Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет дорогие мои ютуба зрители. Сегодня у нас 11 октября 2018 года. Московское время 9 часов 32 минуты, четверг. Но программу эту вы увидите скорее всего в пятницу. Это третья серия программы «Будни архиерейской жизни». С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела и епископ Московского церковного округа Централизованной религиозной организации Евангелической Литеранской Церкви Аугсбургского Исповедания. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем пожалуй. Первая рубрика по следам седмицы – заставка. «Берущий на себя грехи мира, на арку на мир». Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженно званный на вечерю Агнеца. Господи, я не достоин, чтобы ты нашел покров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Мы договорились, что в этой рубрике у нас будет такая книга недели, какое-то произведение отцов церкви, и мы будем сравнивать наши ощущения. Я в кадре, а вы в комментариях. И по поводу Игнатия Антиохийского в комментариях отписался Сергей Козлов, который порекомендовал книгу Аллена Брента «Игнатий Антиохийский». Ну, знаете, я книгу, конечно, с интересом прочитал. Она, на мой взгляд, совершенно не заслуживает никакого внимания, хотя, конечно, я понимаю, кто я и кто Аллен Брент и так далее. Ну, слушайте, ну, я вообще скептически отношусь к либералам. Ну, то есть, человек, у которого в голове либеральная библеистика, ну, одно утверждение о том, что Евангелие от Матфея – это коллективный и постоянно редактируемый труд антиохийской общины, ну, это просто вынос мозга. Слушайте, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. И эти люди объясняют нам, почему не нужны епископы. И вот главная мысль о том, что «Игнатий Антиохийский» – это эдакий диатреф, который чуть ли не установил епископскую власть и всячески её добивался, за что, собственно, и пострадал, вызвав волнение в церкви, когда вмешалась светская власть и его казнило. И, дескать, он вот утвердил это положение своим мученичеством. Да, он погиб, но он выиграл, и его точка зрения на то, что епископ имеет такую власть в церкви, вот она победила. Ну, слушайте, это надо очень сильно не любить епископство, чтобы усмотреть в святом Игнатии тишайшем и смиреннейшем диатрефство. Я вам скажу, что это вы ещё диатрефов не видели на самом деле. А диатреф будет требовать выкупить его. Вот Игнатий идёт на смерть и даже просит его не выкупать. А диатрефы будут требовать выкупа, ведь они так нужны церкви, ведь они так могут ещё послужить. Ну, и потом мы видим, что по всей Малой Азии и в Риме его встречают диаконы, пресвитеры и епископы. Он переписывается с поликарпом. Никто его не спрашивает. Брат Игнатий, ты что это за ересь удумал такую? Епископ там, главный. Мы не видим ни одного возражения ему. Мы не видим, чтобы его кто-то воспринимал как маргинала или диатрефа. С ним все стремятся встретиться. Его хвалят его же современники. Слушайте, ну это надо иметь очень больную фантазию, чтобы Игнатия Антиохийского записать в диатреф. В общем, при всём уважении, это очень и очень тенденциозная книжка Алины Брента. Ну, типа Игнатий Антиохийский принёс себя в жертву и победил. Ребята, тоталитарный лидер по своей психологии не способен принести себя в жертву. Никакая идея для тоталитарного лидера не вожделенна так, как собственная его жизнь и власть. Но тут очень важный момент. Мы ведь часто просто экстраполируем свои комплексы и недостатки на произведения святых отцов. И вот тут, пожалуй, здравое зерно в рассуждениях Сергея Козлова есть. Вот он принадлежит к той церковной традиции, которой, скорее всего, я не знаю, кстати, возможно, нет. Может быть, я ошибаюсь. Скорее всего, он принадлежит к той церковной традиции, где епископы уже достали. И надо бы найти какие-то обоснования, чтобы их власть чуть-чуть ослабить. Я могу это понять. Я-то происхожу из той церковной среды, где пастора вообще ни во что не ставят. Где его слова вызывают такую ухмылочку, дескать, да, мили, мили, твоя неделя. Мы тут все индивидуальные и независимые. И, может быть, из-за этого своего бэкграунда я немножечко сейчас как-то даже перетягиваю, да. И, как Игнатий Антиохийский, я засилен в епископскую власть. Притом, я себе отдаю отчет, что епископская власть может превратиться в диотревство. И она сотни раз в церковной истории превращалась в диотревство. Превращалась в тоталитаризм. Превращалась в инструмент манипуляции. В инструмент насилия. И так далее, и тому подобное. Но, слушайте, в принципе, конечно, любую систему церковного управления можно извратить. Мы как раз об этом рассуждали в одном из прошлых выпусков. Любая церковная система извращается. Конгрегационализм, как показала нам история, не панацея от тоталитаризма. Видал я конгрегационные церкви и конгрегационные общины самым, что ни есть, общинным управлением. Здесь все равно процветает жуткая несвобода концлагеря-казарма. Ну, а книга сегодняшнего выпуска – это творение Поликарпа Смирнского. Ну, во-первых, Поликарп – епископ Смирный, ученик апостола Иоанна. С детства, будучи сиротой, был усыновлен вдовой христианкой Калистой. После того, как приемная мать умерла, он роздал все свое имение бедным и стал вести аскетический образ жизни. Любимый ученик престарелого уже Иоанна Богослова и рукоположен им в епископы. Когда досмирны докатились гонения на христиан, толпа язычников стала требовать смерти Поликарпа. Ну, и христиане убедили своего епископа укрыться в убежище. Ну, причем убежище было таким, что при случае можно легко там было его найти, судя по всему, потому что его легко там отыскали. То есть, римские чиновники ведь тоже были, на самом деле, разными такими людьми. Кто-то хотел гонений на христиан, а кто-то понимал, что это люди нормальные, в общем-то, никому не делающие зла. И поэтому они приказы о гонениях выполняли формально. Но, конечно, если уж их там припереть к стенке своим, значит, узколобым христианским фанатизмом, конечно, они казнили. Но, в принципе, многие не были кровожадные. Поэтому Поликарп как бы дает им формальный повод сказать, мы искали Поликарпа, но не нашли. Но его нашли, римские солдаты нашли его. И он сам вышел навстречу и радушно и доброжелательно встретил этих людей. Попросил пару часов для молитвы, а вы пока покушайте. Пригласил их на ужин, и там церковь накрыла им стол. Солдаты попили, поели, ну и повезли его, собственно говоря, на судебное разбирательство. Поликарпа уговаривали отречься от Христа и хотя бы формально принести жертву римскому императору, языческим богам. Он не соглашался, его били, сломали ему ногу. И после этого опять убеждали отречься. На что Поликарп отвечал, я 86 лет служу Христу и не претерпел от него никакой обиды. Как же я могу похулить царя моего, который меня спас? Ну и после этого Поликарпа приговорили к сожжению. И когда его хотели прибить гвоздями, ну, руки прибить гвоздями к столбу, он сказал, оставьте, я и так никуда не денусь. Тот, кто дает мне силу терпеть огонь, даст мне силу и без гвоздей остаться на костре неподвижным. После этого он помолился Богу и поблагодарил Бога за то, что тот удостоил его мученического венца. А так и погиб святой Поликарп Смирнский на 86 году жизни. Меня поразили четыре момента, ну и вообще вот удивляют и восхищают в святом Поликарпе и в его послании к филиппийцам. Ну, во-первых, твердость его веры, конечно же, вызывает восхищение, его мученический венец, его исповедничество. И, кстати, уверенность в том, что он служит Господу 86 лет. Это интересное свидетельство. То есть, Поликарпу 86 лет и 86 лет из них он служит Христу. Он осознавал начало своей христианской жизни, видимо, с самого рождения. Такой аргумент в пользу детокрещения неожиданно косвенный. Далее, мне нравится, конечно, конвергентная направленность Поликарпа Смирнского. Одно из первых разногласий, пришедшиеся на второй век, разногласий в церкви, это было разногласие по поводу даты празднования Пасхи. В Риме ее праздновали в первое воскресенье после 14-го Ниссана, а по иудейскому лунному календарю праздновали, собственно говоря, в осийских церквах. То есть, они вместе с иудеями праздновали. Прямо 14-го Ниссана, независимо от того, на какой день недели падала Пасха. И тут было довольно сильное разногласие. Потому что римский епископ Аникет, или Аникита, по-разному его называют, он, что ли, предписывал везде не праздновать Пасху с иудеями, а праздновать ее в воскресенье. Причем ближайшее после 14-го Ниссана. И вот святой Поликарп обсуждал эту проблему. И мы видим, что он даже поехал в Рим. И решили они проблему миром. Никто никому ничего не стал навязывать. Ну, а договорились, как Бог кому судил, как Бог открыл. Пусть каждый так и поступает. И при этом поразительно то, что римский епископ Аникета не обиделся на Поликарпа, не запретил его в служении, не накричал на него, а позволил ему даже служить мессу, служить божественной литургии. В римской церкви, конечно. Третье, что меня вот особенно, так сказать, зацепило, ну, это уже в послании к филиппийцам, это 11-я глава. Я сильно опечалился из-за Валента, который некогда был у вас пресвитером, что он так забыл данный ему сам. Поэтому умоляю вас, берегитесь любостяжания, и будьте чисты и правдивы, воздерживайтесь от всякого порока. Кто сам не может воздержаться от этого, как он будет проповедовать о том другому? Кто предается любостяжанию, тот оскверняется идолослужением. Ну и так далее. Итак, весьма скорблю братья о Валенте и о его жене. Дай бог им истинно покаяться, а вы будьте благоразумны в этом, и не почитайте их за врагов. Но старайтесь исправить их, как члены страждущие и заблудшие, чтобы здраво было все тело ваше. Поступая так, вы сами себя назидаете. Вот пресвитер, который ушел со своего служения из-за любостяжания, но, видимо, у него была маленькая зарплата, и он оставил свое служение, чтобы где-то на стороне подзаработать побольше. Это проблема всех нас, наших маленьких церквей, да и больших церквей тоже. И что мне здесь нравится, что Поликарп не спешит, что называется, отлучить вот этого Валента. Он не господствует над ним. И, конечно, у филиппийцев был и свой епископ, и свое церковное руководство. Он советует им не торопиться, не считать пока его еще за врага, но вразумлять его. Вот это как раз то, о чем мы говорили. То есть, да, епископы существуют. Сам Поликарп, епископ Смирный, он себя так не называет, но начинает свое послание Поликарп и его пресвитеры. Ну, или пресвитеры, которые с ним. То есть, это, конечно, скромность. Понятно, что епископ настоящий не будет везде там кричать, я епископ, я епископ. Ну, а вот как-то так будет себя сдержанно вести. И вот здесь мы видим, что очень важно не потерять брата. То есть, если человек еще способен вернуться, надо попытаться его увещевать. Ну, если нет, то нет. И вот тут как раз такая очень интересная идея, которая забыта нами. Идея милости, идея такого прощения и снисхождения. Ну, к сожалению, многим недоступная сегодня. Ну, и, конечно, четвертое, что меня вот здесь восхищает, это любовь Поликарпа к Священному Писанию. Он тоже, кстати, резко проводит разницу между своим авторитетом и авторитетом апостола Павла. Потому что Павел писал филиппийцам. А, стало быть, епископ Смирный, когда пишет филиппийцам, он не может обладать тем же авторитетом. И интересно, он пишет, «Я уверен, что вы хорошо изучили Священное Писание, и нет в нем ничего для вас неизвестного». Ну, вот это комплимент. Хорошо изучил Священное Писание, и нет в нем ничего для вас неизвестного. К сожалению, все больше и больше я сталкиваюсь с тем, что для людей очень много неизвестного в Священном Писании. Люди плохо знают Священное Писание, ну, и совершенно не способны в нем ориентироваться. Это очень и очень печально. Поэтому я присоединяюсь к Поликарпу Смирнскому, и уверен о вас, дорогие ютубы зрители, что уж вы это точно хорошо знаете Священное Писание. А если плохо, то давайте вместе его изучать. Спасибо, святой Поликарп, моли Бога о нас. А книгой для следующей серии будет первое послание Коринфянам святого Климента Римского. Прочитайте ее, и мы сравним наши ощущения. Как всегда, я в кадре, а вы в комментариях. Заставка. Школьная пора. Краткий обзор тех тем, которые мы так или иначе затрагивали в Институте Святого Мефодия. В четверг мы на курсе религиоведческой апологетики говорили о мормонах. Один из моих любимых стихов, когда ты разговариваешь с мормонами, это Исаия, 44 глава, 8 стих. Дело в том, что мормоны верят в то, что есть много богов, причем каждый бог в потенциале творит свою планету, и вот он ей же и властвует, ну, а другие боги не вмешиваются в этот суверенитет. Это называется генотеизм. То есть, богов на самом деле много, но наш бог, вот он один. И я люблю спрашивать мормонов по этому поводу. Скажите, а вот наш бог, вот наш бог, у которого, кстати, по их верованиям Иисус Христос, это родной брат сатаны, то есть, у него там было среди его множество жен несколько и духовных детей, в числе их Иисус Христос и Люцифер, сатана. Так вот, я их спрашиваю, скажите, а вот этот вот наш бог, он всеведующий? Да, всеведущий. То есть, он знает о том, что существуют другие боги? Ну, конечно, знает, говорят мормон. Конечно, он же всеведущий, он знает других богов. Ну, вот, я люблю тогда открыть вот Исайи 44, 8. Есть ли бог кроме меня? Нет другой твердыни? Никакой не знаю. О, либо наш бог не всеведущий, и так далее, либо других богов не существует. Ну, и так далее. Мы много говорили о мормонах, об их теологии, и о том, как эффективно им свидетельствовать. В пятницу началась программа онлайн-центра подготовки проповедников, и я так рад, что братья, 10 человек, у нас прям вот влились сразу, и взялись за учебу, и мы рассуждали первоначально о сердце проповедника. И вот снова эта мысль, которая меня всегда вдохновляла, о том, что, например, вот пророка Езекииля бог посылал к провалу. Мы часто оцениваем успех количеством наших слушателей, количеством просмотров на ютубе, а на самом-то деле нужно оценивать успех другими критериями. Был ли ты верен слову Божьему? В третьей главе Езекииля бог говорит пророку, если бы я послал тебя к язычникам, они послушались бы тебя, а дом израилев не захочет слушать тебя. И вот это потрясающе. Бог ведет Езекииля к провалу с человеческой точки зрения, а с Божьей точки зрения это будет успех, потому что Езекииль исполнит волю Божью. В воскресенье мы на курсе литургики рассматривали литургию Ипполита Римского, и впервые рассмотрели, что такое евхаристическая анафора, и многие впервые узнали для себя, что такое префация, санктус, анамнезис и эпиклезис. И вот эти элементы анафоры очень важны. Мы рассмотрели, что такое восходящий эпиклезис, почему неправомочные нападки некоторых восточных литургистов на западный обряд, который якобы не содержит у них эпиклезиса, то есть призывание Святого Духа на Святые Дары, но там эпиклезис восходящий, когда Святые Дары как бы в молитве возносятся к Святой Троице. Ну и так далее. Мы увидели как раз антиохийские корни вот этого подхода восходящего эпиклезиса. Мы поговорили о том, как эта антиохийская норма могла перейти в древний медиаланский обряд и в римский, соответственно, и закрепиться на западе. Ну, в общем, очень интересная история литургики и литургической богословия. В понедельник в библейско-богословских вебинарах мы говорили о каноне Священного Писания. Мы выяснили, что церковь не составила канон Священного Писания, а распознала его. То есть, церковь не жила без Библии, там, четыре века, а потом спохватилась и сказала, что же мы как дураки живем без Священного Писания, давайте срочно его составим. Нет, конечно, канонические книги признавались большинством авторитетных епископских кафедр, учрежденных апостолами, как книги Священного Писания, авторитетные и богодухновенные. Было несколько антилегоменов, то есть, книг, по которым спорили. Ну, и были псевдоэпиграфы и апокрифы обо всех этих четырех типах книг, говорили мы и выяснили, что в процессе распознания канона церковь всего лишь очистила его от наносных и спорных человеческих писаний. Во вторник мы изучали на программе повышения квалификации служителей, по имейнику мы рассуждали над пастырскими посланиями и вот особенно вторая глава первого послания Тимофею, где мы выяснили, что молиться нужно за всех человеков и посетовали за то, что в разных церквах этот принцип нарушается. В неопротестантских церквах нельзя молиться за усопших, например, а там в некоторых исторических церквах нельзя молиться за некрещенных. А вот апостол говорит, давайте за всех молиться, давайте молитвы, ходатайства, благодарения приносить за всех человеков. В среду на онлайн-курсах греческого языка мы проходили аорист. Что такое аорист? Это глагол прошедшего времени совершенного вида, как бы мы сказали, с нашим русскоязычным менталитетом. То есть глагол, описывающий действия, завершившиеся в прошлом. Так в послании Иуды 3 стих содержит аористное причастие, говорящее о вере, однажды преданной святым. Аорист говорит о том, что вера целиком и полностью предана Христом апостолам, а апостолы передали ее святым. И поэтому сегодня невозможно никакое новое догматическое откровение о том, что такое аорист, как он себя ведет и как его распознать в тексте и правильно истолковать, говорили мы в среду. Учиться у нас здорово, я, конечно же, радуюсь за наших студентов и немножечко жалею тех, кто еще к нам не поступил. Впрочем, есть и добрая новость, в декабре у нас будут новые наборы и вы всегда сможете присоединиться к нам. Церковный календарь. 5 октября церковь на Западе праздновала память святой Фаустины Ковальской, девы, монахини, которая во главу угла поставила принцип Божьего милосердия. Она прославилась своими записками, дневниками, которые были опубликованы после ее смерти. И вот в них она подробно рассматривала тему Божьего милосердия. И чем затронуло сердца многих святых. 6 октября церковь вспоминала святого Бруна, священника, родившегося в Кельне в самом начале 11 века. Он закончил обучение в Парижском университете, стал каноником в Кельне, а затем в Рейсе. После этого оставил мир, основал на дикой пустоши Шартрес возле Гренобля строгий орден кортезианцев и посвятил его деятельность покаянию и молитвам. Папа римский Урбан II вызвал священника Бруна в Рим, и Бруна в Риме провел 4 года, но всем сердцем желал вернуться в свою обитель для молитвы за весь мир, для покаяния в своих грехах и для созерцания Божьего величия, и получил разрешение вернуться. Основал второй монастырь в Калабрии, где и умер 6 октября 1101 года. И вот его изображение с черепом как человека постоянно пометующего о смерти, размышляющего о покаянии и бренности всего сущего. Вот это изображение с черепом может быть и стало прототипом для принца датского и бедного Йорика. 9 октября западная церковь вспоминала святого Дионисия, первого епископа Парижа. В третьем веке он жил, был одним из шести епископов посланных в Галлию папой Фабианом, ну и был казнен вместе со священником Рустиком и диаконом Елефтериусом на взгорье, которое впоследствии получило всем известное название Монмартр. Монмартр гора мучеников собственно так и переводится. По преданию святому Дионисию отсекли голову, он взял ее в руки и прошествовал с ней до храма и только там упал мертвым. Благочестивая женщина Катулла погребла его останки. И вот с тех пор святой Дионисий изображается с головой, собственной головой в своих руках. Ну, что из этого правда, а что вымысел нам уже неизвестно, но тем не менее, вот, как такой немой укор, что даже без головы епископ может дойти до церкви на автомате. Это тоже урок нам. Так надо любить свою церковь, так нужно стремиться в нее, что даже если тебе отрубили голову, то тело твое по инерции туда еще пойдет. К сожалению, вот этого благочестивого рефлекса у многих из нас еще не выработано. Ну и кстати, уж если говорить еще и о нашей церковной общении, у нас тут вроде бы началось мужское общение, и мы немножечко порассуждали о разных, очень разных темах, но вот одна такая мысль тоже запала мне в душу о том, что цифровая эпоха это вызов для некоторых неопротестантских церквей, потому что если богослужение это только назидание и больше ничего, ну или молитва наша такая индивидуальная или коллективная, то тогда действительно богослужение под угрозой, потому что цифровая эра с распространением информации справляется лучше, и ютуб становится пастырем моим, потому что там лучшие проповедники подчас, да, ну зачем ходить к плохому проповеднику, если можно дома включить ютуб и послушать хорошего. И вот те церкви, которые забыли о главенстве евхаристического общения в литургическом богослужении, забыли о том, что литургия, да, это общее дело церкви, когда молитва это не просто перечисление наших нужд Богу, и не просто хвала даже Богу, а вот именно прорыв вот этого времени и присоединение к Божьему домостроительству, как в песне у Высоцкого, мы вращаем землю, да, землю, руки-ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу при губе, а землю тягим зубами за стебли, на себя, под себя, от себя, то есть мы вместе с Богом сотворчествуем в литургии, и для этого нам нужно собираться вместе, для Евхаристии, молитвы и служения совместного дела церкви, как его царственное священство, и это к сожалению ну такой вот проигрыш для многих неопротестантских церквей, если вот этого литургического сознания нет, я и сам долгое время многих вещей не понимал, ну слава Богу, что вот Господь открывает такие вещи. Ну что ж, друзья, рубрика будни архиерейской жизни, кажется, обретает свой формат, напишите, пожалуйста, в комментариях, как оно вам, интересно ли или скучно, как можно вот это вот все улучшить с вашей точки зрения, напишите, я все прочитаю, не на все отвечу, но прочитать обещаю. Не забывайте нас в молитвах ваших и, пожалуйста, поддерживайте наше служение материально, мы в этом очень сильно нуждаемся. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире Христовом. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok